Не каждая снежинка на дороге у нас наказуема. Если кто не знает, значит количество снега, количество льда, равно как и количество и глубина дыр на асфальте у нас строго стандартизировано. Я даже записал себе ГОСТ, который вам и хочу озвучить. ГОСТ R50597-2017. Согласно этому ГОСТу, например, не обязательно чистить дороги до асфальта или до земли. Но что произойдет? Вон у нас такая пурга тут. Проходите. Ну что, если из-за нечищенной дороги вдруг произошла авария, скажем так, ДТП? На кого подавать в суд, как что делать, сейчас коротко вам и расскажу. Если вы уверены, что авария произошла именно из-за того, что была некачественно почищена дорога, первое, что нужно сделать, естественно, вызвать ГИБДД. Помимо всех прочих документах по ДТП, здесь есть важный момент. Необходимо, чтобы вы настояли на том, чтобы сотрудник ГИБДД составил акт. Само название акта я вам сейчас тоже постараюсь найти и сказать, как он правильно звучит. Это акт в выявленных недостатках в содержании дорог. Этот акт в дальнейшем вам пригодится в суде. А кто же отвечает за то, что дорога чищена или не чищена? Здесь два варианта. Либо это местный муниципалитет напрямую, либо это все-таки какая-то сторонняя организация, которая по договору чистит эти дороги. Чтобы точно быть уверенным, кто по данному делу будет являться ответчиком, можно запросить эту информацию в управление дорожного хозяйства вашего региона, ну, города и либо области. Теперь, что еще важный момент. После того, как вы получили акт, у вас есть все справки о ДТП. Проходите. Я рекомендую, что вам сделать. Необходимо настоять на том, чтобы дорожников привлекли по статье 12.34 Кодекса об административных правонарушениях. Это постановление о привлечении к административной ответственности поможет вам в дальнейшем в суде. Итак, теперь у вас есть практически все документы. Вам останется сделать только оценку стоимости восстановительного ремонта вашего транспортного средства, приобщить все это к иску, не забыв оплатить государственную пошлину, и подать все это дело в суд. В суде какие вопросы могут стоять? Конечно, будет стоять вопрос о том, виноваты ли вы сами в данной аварии, соблюдали ли вы скоростной режим или тому подобное. Но об этом вам будет известно изначально. То есть, если вас сотрудники захотят привлечь к административной ответственности, мотивируя тем, что вы нарушили пункт правил 10.1. 10.1. Если вдруг такое постановление будет, рекомендую его обжаловать в суде. Естественно, это тоже вам поможет в дальнейшем. И что, какие дорожники, естественно, будут против того, чтобы снег взыскивали стоимость восстановительного ремонта, и они, скорее всего, будут говорить о том, что они убирали снег вовремя и все делали четко. На самом деле, скажу так, как по вышеупомянутому ГОСТу, улицы, на которых интенсивное дорожное движение должны убираться в течение трех часов с момента окончания снегопада, а улицы, на которых движение не такое интенсивное, 12 часов. То есть, они, естественно, будут говорить, что все было убрано, но даже если такой вопрос будет подниматься, то можно в суде отдастся назначение автотехнической экспертизы, которая и установит соответствие причинно-следственную связь между аварией и нечищенной дорожным покрытием. Вот такая вот информация. Кому интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, а мы с вами в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok